Всем привет, друзья! С вами Amway921 и у нас с вами буквально не было печали. Перед вами FV4005 Stage 2, британская топовая бабахалка, которая убивает с одного выстрела практически любой слабый или среднебронированный танк. Наверное, каждый прекрасно представляет, что играть на этой ПТшке или на подобных танках сплошное удовольствие. Ты стреляешь фугасом, который в случае удачного, правильного, верного попадания может отнять 1800 в том числе. А если не повезет, попал не так, улетел не так, то хоть какой-то урон будет. И как правило довольно большой. 500-700. Это легализованная арта. И единственное, пожалуй, что мешает назвать ее прямо совсем сверхтоксичной техникой, это то, что по крайней мере ты ее видишь, когда она тебя выезжает. Она светится за всю карту, у нее нет никакой маскировки и от нее можешь укрыться лишь только, ну, скажем, навыком, да? Ну, то есть, ты ее видишь и всегда можно воевать с тем, кого ты видишь, да? Она не кидает на тебя сверху. Было бы вообще весело, если бы у нее еще был артиллерийский режим. Ну и, собственно, почему не было печали-то? Потому что Wargaming провели опрос на форуме, где предложили пользователям варианты на выбор. Два никому не нужных средних танка и эту бабахалку, естественно, игроки выбрали именно ее. И теперь у них, у Wargaming акция, где с 1 февраля, с 9 часов московского времени до 14 февраля, то есть эта акция уже идет до 8.30 московского времени, на всю ветку этой ПТ-шки объявлена большая скидка, как при покупке танков, так и всякие там бустилки при прокачке. То есть Wargaming сообщает, что-то как-то мало было ваншотов у нас сделано на этой самоходке, переапанной, пора сделать больше, друзья, все вперед. У них там 50% скидка на 4 и 5 уровень, это Валентайн и Арчер, и 30% скидка на все, что дальше. Ахиллес Челленджер, Чериотер, Конуэй и вот, собственно, эта самоходка. Самой, конечно, всей этой ветки, кроме десятки, у меня нет претензий. Но я уже много раз высказывал свое мнение, что это бабахалка, что 183-я такая же британская, которую вывели из дерева прокачки, но они, правда, не должны они быть в игре. Никому не нравится, когда ты отлетаешь с одного выстрела в ангар, выехав только однажды подсветившись. А на этой ПТшке и на подобных им это происходит, ну, не то чтобы в каждом бою, но хотя бы через раз точно. Через раз ты кого-то ваншотишь. Ну, в общем, пока оно все есть, мы всем этим пользуемся, потому что было бы глупо, да, отрицать того, что, ну, вот она, палка-нагибалка, шо ж ты стесняешься на ней играть. Но если ее в игре не будет, то я посчитаю это правильным решением разработчиков, по крайней мере, если их не будет, то не будет такого прям большого витка очередного турбо-сливов, потому что когда подобную самоходку еще и переаппывают, ну, она явно идет не на пользу удлинений и времени сражения, наоборот, быстрее, 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 3 минуты и все в ангарду поскорее. Собственно, не об этом хотел сегодня поговорить, конечно, а о том, вообще, знаете, если вот так вот отстраниться и поразмышлять. Меня вот что натолкнуло на эти все размышления. Да, ведь я играл на тесте и обратил внимание, что если не принимать в учет тех танки, которые появятся в патче 9.22, ну, там эти советские тяжи новые, ПТшки, СТшки, их, само собой, тестируют и всем интересно, как на них играть, стоит ли качать и так далее, то кто остальные танки, которые играют на тесте? Что выбирают игроки? Ну, традиционно, на 10-х уровнях арту, само собой, и алкотанки с фвшками. То есть, нередки бои, где ты заходишь, да, там этих по 5 новинок и по 5 старинок. Три алкотанка в одной команде, 4 этих фвшки и с той стороны такой же вариант. И знаешь, как смешно это выглядит? Выезжают друг друга две фвшки, пам-пам, каждая выстрелила друг в друга, и как мыльные пузырьки сразу лопнули и исчезли. И это вот, я на это смотрю и понимаю, что если ничего не менять в этой игре, да, то есть, игроки, если будут продолжать выкачивать планомерно ныне фановые машины, то рано или поздно мы и придем к тому, что никому не захочется играть ни на каких там этих танках, где нужно пытаться кого-то выцеливать, пытаться что-то пробивать, одной голдой только стрелять. Кому нафиг это нужно? Понавводит или уже начинает наводить всяких там бейджеров, всякие там эти Объект 268 вариант 4, ПТшек, которых только голдой можно пробивать, а бронебой нам ты просто даже забудь. И какой тогда смысл мучиться? Многие игроки стремятся к тому, да и мы сами стримеры, что на каждом стриме играем на подобных танках, многие игроки хотят танки, где проще и легче. И это именно это бабахалка и алкотанки. И прикол в том, что вот та акция, которую сейчас я вам назвал, которая стартует с 1 по 14, на самом деле она выглядела изначально по-другому. Wargaming хотели сделать сначала полфевраля алкотанки, а вторую половину февраля эти фвхи. Потом со временем новость немножко развернулась, откатилась, и можно хотя бы чуть-чуть вздохнуть свободно, потому что я не могу себе представить сейчас желающего поехать на Маусе и выполнить какое-то ЛБЗ на танкование. То есть ты выезжаешь, делаешь вроде бы вещи, по тебе стреляют голдой ББшками, там как обычно, все это как-то еще можно избегать, и тут бац, алкотанк, бац фвшка, бац арта. И как? И как, друзья? И вот жопой об косяк? Никак. Откиньтесь на спинку кресла и представьте себе рандом будущего на 10 уровнях. Фвшки, алкотанки и арта. Ничего больше. Игрокам не интересны танки, которые не предполагают бесконечного фана и веселья. Да, эти десятки, которые появились достаточно недавно относительно, само собой, вся ветка и того, и другого класса техники местами непростая и нужно потерпеть, но те, кто уже потерпел много и будет, уверяю вас, подобными акциями, когда еще и послабление, и ускорение, и удешевление будет еще больше. А если принимать во внимание то, что не все хотят по эту ветку качать, некоторые за свободочку, пым-пым-пым, сэкономят время, но вольют денег в варгейминг, например, плюс каждый бой на этой фвшке или на тайп-5 хэви все, само собой, стреляют голдовыми фугасами. Зачем мучиться с низким бронепробитием или маленьким разовым уроном? Конечно, лучше, быстрее, больше и сразу. И поэтому каждый бой в минус, то есть необходим премиум-аккаунт, необходима покупка премтанка и очередной развод на донат. Я, конечно, понимаю, кушать хочется всем, и было бы странно не делать какие-то вот такие соблазнительные предложения, которые простимулируют в очередную волну доната. Но просто, мне кажется, это некое халатное отношение к игре. Разве нет? Я лично не хочу играть в мире фугасов, где все привычные, ну, понимания или привычные те вещи, игровые элементы, механики, за которые мы и любим The World of Tanks. Ты раз ромбом тебя не пробили, раз довернул, увернулся. И если ты это все умеешь и делаешь и практикуешь, это же весело. В этом и был смысл всегда. То есть как-то так играть, чтобы тебя не пробивали, а ты пробивал. А сейчас что? А сейчас в тебя стреляют, танкуют и не танкуют, и все равно получишь от 700 урона до 1700. Вот веселье-то. Ну, будем реалистами. Конечно, не все сразу там пересядят только на эти танки, потому что это правда донатная тема. То есть там не поиграешь без прем-аккаунта на этих танках. Они в такой минус тебя будут уводить, захотит и понагибать. Но, тем не менее, вектор движения, которое это все приобретает, мне не очень нравится. Мне кажется, этот виток рано или поздно выскочит боком, потому что все поймут, что вот только новые танки, только последние, они хорошие. В принципе, да и нового-то ничего в этом нет, да? Так было всегда, с другой стороны. Но просто такого уже большого перекоса, когда вводят совсем танки без слабых мест во лбу, либо совсем с ультра-убер-мега-пушками, против которых нет приема, это жопа. Это не World of Tanks. Это не противостояние брони и снаряда. Это противостояние бедного и богатого. И уж в этом варианте известно, кто обычно побеждает. Может быть, я, конечно, нагнетаю, я что-то, может, перегрелся, может быть, на тесте переиграл, может быть, надо мне как-то поиграть на других танках, может быть, я упускаю чего-то. Но что ни бой, что ни стрим, каждый раз почему-то ловлю себя на мысли. Нет ничего сейчас более веселого, более простого и такого, скажем, отрешенного, как игра на танках, стреляющих большими хорошими фугасами. И речь сейчас, конечно же, не про арту. Заканчивая видео, может быть, пришла та самая пора, о которой все давно говорили, да? Понерфят арту, будут на этих ПТ-шках. Но, мне кажется, просто не было раньше таких ПТ-шек настолько удобных, настолько доступных, чем сейчас. Вот, что меня немножко беспокоит. Какой-нибудь там несчастный объект 268 в гриле или Ягдпанзер Е100 не вызывает сейчас вообще никаких претензий. С ними все ясно. А вот эти парни фугасные навевают какие-то нехорошие мысли. Этим видео я, естественно, не хочу сказать, что я против, все, выдав на митинг и сам не буду играть, никому не дам. Да нет, господи. Конечно, на этих танках и на стримах и где угодно мы еще поиграем да не раз. Удовольствие ведь сплошное. Но просто я что-то зараспереживался за игру. А что если вот именно эта та черта, которую нельзя переходить? Ведь это уже не тот мир танков. Это какой-то мир боли, нагиба, фугасов и страданий. Что вы об этом думаете? Поделитесь своими мнениями в комментариях. Но на сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok